Россия будет первой страной в мире, которую съела моль. Это я написал в 15-м году. Неужели вам, заменяемые россияне, не очевидно, что никто лучше с этим режимом нынешним путинским не справится лучше Путина? Не доконай этого быстрее. Не пытайтесь мешать Путину. Ему сейчас надо всеми силами помогать. Мавр должен сделать свое дело. Вы понимаете, поговорку знаете, хуже дурака, только дурак с инициативой. А тут дурак не только с инициативой восстановить, я не знаю, Российскую империю, Третий Рим, или хрен его знает, что у него в башке, блин, Союз-2-0, но еще и с полномочиями. Дайте ему, блин, доконать этот Карфаген, понимаете, Карфаген должен быть разрушен. Неужели не очевидно, что, ну, посмотрите, Газпром, который Миллер там собирался капитализировать до триллиона, что ли, довести, долларов. Сейчас этот Газпром убыточен. Вы понимаете, вы понимаете, что никто же не вводил санкции против Газпрома, Запад не вводил. Просто Путин своим решением перестал газ продавать в Европу, ну, большую часть газа перестал продавать в Европу, и этот газ продавался в 20 раз дороже, чем он продается в Российской Федерации. То есть, помните, там, Карл Марк заявил, или кто там, это по поводу того, что нет такого преступления, на которое бы не пошел бы капитал ради, там, 200% прибыли. Но тут не 200% прибыли. Тут 2000% прибыли. И человек совершенно самостоятельно зарезал курицу, несущую золотые яйца. К золотым яйцам, кстати, можно сейчас будет вернуться. Хорошо. Ну, это... Вы не найдете никаких шпионов, никаких подкупленных, там, этих самых, там, я не знаю, каких-то террористов, которые могли бы нанести такой ущерб Российской Федерации, вот этому мордору, который... Люди, действительно, я не знаю, у меня родственник с высшим техническим образованием, совершенно интеллектуальный, высокоразвитый человек, там, авиационный закончил. Он говорит, в нулевых еще, я не буду ни доедать, ни досыпать, но главное, чтобы моя страна была великая. Этим людям ничем не поможешь, понимаете? Ну, то есть, тут надо, как бы, избрать, забрать у них инструменты, которые позволяют им уничтожать соседние страны. Все, больше мы ничего не сделаем. То есть, дайте этому товарищу, блин, ну, я сейчас смотрю, там, липсится Нечаева, они-то, они не друг с другом разговаривают, но не каждый говорит про свои, но один говорит, ну, и попадем в 90-е, второй говорит, говорит, 90-е мы минимум, блин, сразу в 80-е, а то, говорит, хорошо бы не минуть в 80-е и сразу в 37-е мы выпасть. Сейчас идет передел, там, забирают западные компании, которые ушли из Российской Федерации. Миллиардные, миллиардные убытки, понимаете? То есть, передел на миллиарды. Это уже там во много раз, там, сотни раз больше, чем получили люди от приватизации дохода. Сейчас набираются частные военные компании с Украиной воевать, чтобы делить бизнес внутри себя. Уже отбираются компании, которые не западные были, а которые принадлежали, там, олигархам, которые, там, сформировались при Ельцине. И дальше это будет идти дальше. Тут сейчас надо, ну, буквально, 24-й год, это такое роскошество пойдет, такой пир горой начнется. А вы пытаетесь палки в колеса, там, какие-то выборы, блин, нафиг. Дайте ему сделать то, что Путин делает. Дайте ему доконать эту Российскую Федерацию. Вы не найдете никогда и нигде ни за какие деньги человека, который сделает это настолько же эффективно. Нет, вчера тоже комментарий от девушки из России пишет, что зря вы там что-то вводите людей в заблуждение. У нас там с яйцами все в порядке, просто они подорожали в три раза. Теперь мы их называем куриной икрой. Ну, дайте возможность. Сейчас огромное количество денег вливается в экономику. Девальвация будет нереальная в 24-м году. То есть, это, кстати, вот это я там вменяемым россиянам пытаюсь объяснить, ну, слушай, потому как я знаю аудиторию свою. Ну, кроме того, блин, нафиг. Я это украинцам говорю, которые там на пессимизме, все пропало, там столько потери, такие большие потери. Ребята, сейчас это, ну, мы уже, я не знаю, мы уже до окончания этого Мордора осталось, ну, всего ничего. То есть, понятно, я там могу как военный не дожить, там еще там кто-то. Но для страны, для государства, для Украины это будет просто как... Это сопостроено с тем, как Петр Первый там окно в Европу прорубил, да, когда этот Мордор попытался в Европу высыпать. Сейчас этот, блин, пляшевый гном, блин, закрывает это окно и заколачивает его, блин, просто досками. Не мешайте ему. А украинцы потерпите, блин, нафиг. Вот совсем немного подождать осталось. Совсем немного. А украинцы потерпите, блин, нафиг, 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 нафиг.